Я Платонов Константин Юрьевич, доцент Высшей школы фундаментальных исследований физико-механического института. Занимаюсь я электродинамикой, исследованиями электромагнитного поля, занимаюсь я механикой, движением частиц и двумя этими науками в совокупностями, то есть решением задач, где достаточно большие ансамбли частиц двигаются в самосогласованных полях. Это плазма, какие-то ее разновидности, генерации сильных полей, полей, которые имеют короткие времена жизни. И вот, значит, математическим описанием всего этого это и есть моя работа. Ну, хороший вопрос. Значит, все, конечно, началось гораздо раньше, со школы. А вот во времена школьные мои тогда в стране наука, техника, она находилась в таком вот привилегированном положении, это было очень популярно, но примерно так же, как сегодня бизнес, там богатые люди и так далее. Тогда вместо бизнесменов были физики, ученые, выходило много научно-популярных журналов разного уровня. В общем, это была такая очень интересная тема, ей интересовались, это было престижно. И еще в школе я, в общем, там, задачи начал решать, паять. В общем, физика и техника мне нравилось. Мне нравилось, я участвовал во всяких городских олимпиадах, тогда ленинградских, по физике, у меня были дипломы по математике. В общем, было понятно, что нужно идти куда-то в эту область. Идти можно было в политех, либо в университет наш государственный, но университет тому времени переехал в Петергоф. И, в общем, кататься в Петергоф было не очень весело. Я прикинул, я жил, в общем, там, как раз на противоположной от Петергофа стороне города, поэтому у меня дорога занимала два часа в один конец. И я понял, что, в общем, в университет мне не хочется. В центральный, хотя, в общем, изначально направление и тяга была туда, значит, на физфак. Я туда ходил, в общем, были планы на университет. И вот из-за того, что университет от меня удалился, я решил, что пойду в политех. А поскольку я всегда занимался, то есть меня интересовало, я паял, там, радиоприемники, антенны и так далее, то понятно, что радиофизический факультет, он, в общем, хорошо вписывался в круг интересов. Поэтому я пошел в политех, на радиофизический факультет. Тогда как раз начала интенсивно развиваться микроэлектроника. Появились первые интегральные схемы, сборки, в том числе и у меня дома, там, я паял с ними. Поэтому я отправился на кафедру физики плодопроводников. Вот, экзамены я сдал без особого труда, в школе я учился хорошо. Поэтому поступить, в общем, мне было довольно легко. У меня не осталось там какого-то такого тяжелого впечатления. Экзамены прошли достаточно так легко, прозрачно. Контрольная по математике решилась. Там, по физике тоже задачи решились. Поэтому я балл набрал без особых проблем и поступил сюда, на кафедру физики плодопроводников. Да нет, я как-то выбрал, и мне нравилось. И я считал, что, в общем, значит, ничего менять не надо. Но потом уже к концу обучения, когда был четвертый курс, особенно пятый курс, стало понятно, что в обучение потихонечку приходят всякие технологии и так далее. То есть это были области, которые мне были менее интересны. Меня всегда интересовало, почему, как устроено, как писать уравнение и так далее. А какие-то технологические процессы, там, как сварить из сурьмы ПН-переход и как организовать его массовое производство, мне было не очень интересно. Но тогда уже я, в общем, понял, что этим заниматься, то есть прикладной деятельности я не буду, поэтому я к тому времени уже довольно активно работал с преподавателем кафедры теоретической физики, там, решал задачу, и я понимал, что по специальности я вряд ли буду, значит, работать. И действительно, по специальности, а по специальности я твердотельщик, моя специальность – физиков плодопроводников. Я не работал ни дня вообще. То есть я получил диплом, но писал я его по теории, по излучению, защищался я на физмете, на кафедре теорфизики, и дальше я работал именно как физик. То есть моя такая инженерная специальность, она, в общем, казалась невостребованной. Но от нее осталось много разных полезных вещей, потому что физика твердого тела в какой-то степени, в общем, мы ее проходили хорошо. И как раздел физики она осталась, и мне, в общем, довольно сильно пригодилась. Ну вот то, что мне давалось, как бы, действительно сложнее, и чего мне не хватает до сих пор, и о чем я жалею, это, конечно, строгое и аккуратное изложение математики. Поэтому вот такие абстрактные разделы математики, типа, там, теории вероятности, как таковой, понятно, без приближений, без переменений, они давались мне, в общем, то есть мне приходилось там раздумывать, сидеть. Физика мне давалась гораздо более просто. Плохо потом оказалось то, и о чем я жалею, что мое математическое образование оказалось таким очень эклектичным, то есть я что-то знаю, а чего-то не знаю, а того, чего не знаю, мне приходилось проходить самостоятельно, уже после университета, а при самостоятельной, конечно, в разработке там много чего теряется, и профессионал расскажет всегда гораздо лучше, чем, как бы, вот такой вот любитель. Поэтому вот я довольно сильно проиграл именно в математике, и до сих пор это чувствуется. Мне иногда не хватает просто, значит, математики, чтобы что-либо читать или аккуратно раздумывать, и до сих пор мне приходится, как бы, вот, да, открывать разные книги, интернет и какие-то математические разделы изучать. И мне очень жалко, что я этого не сделал раньше. Достаточно просто, поскольку я был таким вот любознательным, путь науки начался с того, что я, в общем, начал задавать вопросы своему лектору, преподавателю по практике и так далее. Вот. И делал это, в общем, так, в достаточно такой, в общем, навязчивой манере, спрашивал, заставлял объяснять. В общем, и вопросы у меня были тоже такие, в общем, нетривиальные и достаточно сложные. Иногда на них, в общем, ответа не было, просто потому, что и на самом деле его не было. Вот. И в результате, как бы, меня заметили, и вот тогда заведующий кафедрой теорфизики и мой учитель Топыгин Игорь Николаевич решил меня, как бы, проверить уже в прикладном плане и дал мне, в общем, какие-то такие интересные задачи, которые были востребованы в данный момент для исследований. То есть, там, посчитать какие-то простейшие механические модельки, вычислить там, как частица летает в случайных магнитных полях в космосе, как она излучает. Вот. И я эту задачу, в общем, решил. Потом решил следующую задачу, потом следующую задачу. Потом я поехал на студенческую конференцию и рассказывал, какие задачи я решал. Потом, в общем, из задач набралась некая область, которую уже можно было развивать в виде диплома. Поэтому, хотя я учился на кафедре физики полупроводников, диплом я писал не по полупроводникам, а диплом я писал по электродинамике. Вот. И защищал его там. У меня появились там какие-то публикации. Сначала вот просто в журналах таких, там, вот, выпусках там нашего политехнического и так далее института. Вот. И уже к концу, к окончанию политеха стало понятно, что есть такой некий задел. И с этим заделом меня взяли на работу сразу на кафедру теорфизики. В общем, я там продолжал заниматься практически той же самой тематикой, излучением, движением частиц. Вот. Ну, а поскольку кафедра занималась еще и преподаванием, то параллельно с наукой мне пришлось преподавать. Причем самое интересное то, что тогда я учился, были студенты в моей группе, которые отстали по разным причинам, ушли в академку. И когда я начал преподавать, я как раз стал преподавателем для своих бывших согруппников. И мне было очень неудобно, потому что мы столько лет вместе учились, и вдруг я как бы у человека принимаю зачет там и говорю ему, что он что-то не сделал там или наоборот. Вот, в общем, да. Но тогда я, в общем, был такой, более мягкий, чем сейчас, поэтому своим одногруппникам я сразу поставил четверки, пятерки. Просто потому, что они со мной учились. Но потом я стал более суровым и уже не стал так просто ставить хорошие оценки. Так что путь был такой эволюционный, там никаких скачков, в общем, у меня не было. Мне просто было интересно, я этим занимался все больше и больше. И все это меня, в конце концов, в эту стезю, в общем, затянуло. В основном это такая вот классическая физика, это электродинамика как таковая. То есть это процессы генерации полей, управления полями, всякие поля большой напряженности, как с ними работать, как они влияют на частицы, как получать очень короткие импульсы. А это важная задача, потому что если вы умеете создавать очень короткий по времени электромагнитный импульс, то с его помощью можно всякие, понятно, быстрые процессы изучать. Можно сказать, с какой скоростью или как электрон прыгает по уровням в атоме, как происходят химические реакции, как делятся биологические реакции. Это, в общем, такая весьма, так сказать, многообещающая область деятельности. Поэтому вот как получать короткие импульсы, как ими управлять, это сначала теоретическая задача, а потом уже она переходит в практическую плоскость, как это сделать и уже построить какой-то, значит, такой практический прибор, который позволит работать. И, в общем, вот этим я, в общем, всю жизнь занимался. То есть это механика, электродинамика, движение частиц, излучение. Ну вот сам я как бы голову в первую очередь, конечно. И плюс то, что необходимо, то есть тот аппарат, который необходим для того, чтобы вычислять, чтобы что-то считать, моделировать. То есть это аналитика, но аналитика, она довольно ограничена по возможностям, потому что, естественно, не все уравнения решаются. Поэтому всякие довольно сложные численные расчеты, такие компьютерные коды. Я много работаю сейчас на кластере Политехнического института, который у нас в четвертом корпусе. Там мощная машина, которая содержит тысячи ядер. И там можно считать, в общем, весьма сложные задачи, когда десятки и сотни миллионов частиц двигаются в самосогласованных полях. То есть можно вот такие вот среды просто разбирать на отдельные частицы и просто понимать, как это вся большая такая, ансамбль большой частиц, как он двигается самосогласованно. Компьютер это позволяет делать, поэтому я делаю вычисления, потом строю картинки, графики, анализирую, что-то меняю, снова вычисляю. И вот такая деятельность, она, в общем, является такой основной. Она занимает большую часть моего рабочего времени. Ну, я уже говорил, пожалуй, наиболее, в общем, мне жалко, и наиболее трудность та, которая, да, это такое, я бы сказал, слабое знание современной математики. Она как-то оказалась от меня в стороне по разным причинам, в том числе и по причинам тем, что она была слабо представлена у нас в Политехническом институте, в отличие, например, от Матмеха. Если бы я был на Матмехе и на физфаке, математика была бы гораздо, значит, сильнее, поэтому мне многое пришлось проходить самому, а это, в общем, труднее гораздо, это порождает ошибки. Поэтому, пожалуй, вот такое вот, значит, знание современной математики, приемов, вот, оно, пожалуй, доставило такие наибольшие трудности. Я очень жалею о том, что я математик, как бы, такой более плохой, чем физик. Мне математики сейчас не хватает. Ну, остальное, как бы, программирование, численные методы, это, на мой взгляд, такие более простые вещи, они стандартные, тем более в каждой науке есть такие базовые подходы, и с этим справиться проще. Это просто такой вот, ну, навык примерно, как там, умение что-то делать, там, водить машину или готовить, поэтому вот, немного потренировавшись, программировать и что-то вычислять на компьютере, можно научиться так же, как научиться, там, пользоваться телефоном или, там, ноутбуком. Здесь проблем особых не было. А вот с математикой, действительно, в общем, были проблемы. Ну, любимое – это, конечно, во-первых, генерация идей, то есть это что-то придумать. Придумать то, чего никто до этого никогда не придумал, и понять, как это сделать, и показать на оценках, что это сделать можно. И вот тогда это действительно доставляет некое такое удовлетворение, когда ты понимаешь, что ты можешь либо что-то сделать, либо что-то объяснить, то, что для тебя, как бы, вот никто сделать не мог. И эта часть самая интересная, она там такая вот, ну, вдохновляет больше всего. И этой части, на самом деле, посвящено большее количество времени. А есть работа, ну, чисто рутинная. Когда ты что-то оформляешь, пишешь, и в работе ученого этого очень много. Потому что вот аккуратно все написать, построить графики, там, потом, скажем, перевести на английский язык, что-то еще сделать – это работа, которая тоже отнимает время, но она, конечно, в общем, ну, менее захватывает, ее просто приходится делать, потому что иначе просто другим не рассказать свои результаты. Но она, конечно, нравится мне меньше, чем, как бы, да, вот, такое непосредственное обдумывание и генерация идей. Я тогда работал еще в Государственном оптическом институте в ГОИ имени Вавилова. И японские, значит, технологи задали нам вопрос такой. Вот во всем производстве микроэлектроники очень важна чистота окружающего пространства, чистые помещения, чистые комнаты, потому что если в воздухе будут хотя бы какие-то небольшие загрязнения, то микросхемы получатся бракованными. И до сих пор контроль частоты ввелся как бы простым способом. Воздух закачивался там в колбу, потом он пропускался через разные растворы и смотрели, происходит химическая реакция или ее нет. И тогда можно было сказать, присутствует ли воздух и какие-то, в общем, да. И понятно, что это было, в общем, довольно затратно, это отнимало много времени, поэтому, в общем, в институт обратились довольно такие солидные фирмы, японские, общие, которые просили придумать, как можно установить чистоту воздуха в помещении как-то более быстро, более просто, и можно было все контролировать, в общем, сразу в реальном масштабе времени, потому что вот эта вот эпопея с химией, она еще была вредна тем, что когда загрязнения нашли, уже прошло столько времени, что все оказалось испорченным. И можно микросхемы выбрасывать, потому что когда их делали, воздух был грязным. И мы начали разработку некой системы лазерной, которая позволяла как бы вот в разных точках комнаты зажигать лазерные искры и смотреть просто спектры излучения атомов, которые там светили в этих искрах. И это можно было сделать в реальном времени, и по спектрографу можно было сказать, какие атомы в воздухе присутствуют. И в конце концов мы такую лазерную систему сделали, причем я занимался как бы вот теорией, то есть какой нужно взять лазер, до какой температуры нагреть воздух, как будут светиться линии, какой будет уровень сигнала, какую концентрацию мы в воздухе найдем, а какую не найдем, какая будет точность. Но были люди, которые просто конструировали лазер, и в конце концов мы выдали такую большую установку, которую немедленно поместили в цех, и все стало, в общем, работать гораздо быстрее и проще. В общем, сразу контроль помещения, огромного здания оказался возможен, и, в общем, бракованные микросхемы, их количество очень сильно сократилось после такого введения. Это была такая очень работа, которая доставила действительно удовольствие. Она была такая практически полезная, то есть когда можно было действительно то, что ты знаешь, во-первых, сделать из этого полезное, заработать на этом, получить за это деньги. В общем, это работа, которая принесла удовлетворение. Но были вещи такие чисто теоретические, которые тоже, в общем, доставили мне удовольствие, когда я там придумал, например, как сделать импульс, у которого длина, порядка размера атомного ядра делить на скорость света. Очень короткий импульс, как его создать. Вот как, в общем, тоже после того, как, в общем, опубликовали мы это, и, в общем, все сказали, что да, действительно, тоже некое такое чувство удовлетворения было. Ну, до определенной степени, конечно, потому что физика – наука коллективная, и работать так вот сам в себе, в общем, это только немногие так могут, в общем, действительно увлеченные люди, поэтому какое-то признание для меня важно. А самое главное даже не признание, а интерес коллег. То есть когда они оценивают твой труд, говорят, что вот это неинтересно, не нужно, или, наоборот, нужно, или спрашивают, почему, как. То есть когда ко мне проявляют интерес, для меня это важно. Но, в общем, такого определяющего значения это, в общем, мало имеет. Так же, как и размер вознаграждения и так далее, как-то я, в общем, привык работать больше за интерес, и там всякая красота, исследование волнует меня, в общем, гораздо больше, чем профит. Возможно, я на этом что-то потерял, но по достижении определенного уровня как бы там деньги, они уже приходят сами собой. Всегда находятся желающие, которые готовы за что-то заплатить, за какие-то исследования. То есть найти средства, в общем, с определенного уровня уже не представляет особых проблем. Поэтому главным все-таки является, значит, интересная задача. Самых разных – это, в первую очередь, всякие генераторы излучения, рентгеноскопия быстрых процессов. Вот я уже говорил, понятно, так сказать, исследование, пожалуйста, загрязнений воздуха. Была очень забавная работа у меня тоже в Государственном оптическом институте, которую тоже заказали японские коллеги, про то, как можно транспортировать энергию с Луны на Землю. Зачем это Япония, я до сих пор не знаю, потому что где Луна, а где Япония, и откуда Япония возьмет энергию на Луне. Но мы разрабатывали для японских исследователей некую систему лазеров, зеркал, которая с достаточной эффективностью электроэнергию или какую-то еще энергию с помощью лазерной системы с Луны посылала на Землю, на орбиту Земли, а потом собирала здесь. Наверное, это связано с будущими применениями вот этого гелия-3, которого много на Луне, и с тем, чтобы можно было возить не сам гелий, а электростанцию там построить и уже как бы просто там свет или излучение передавать со спутника на Землю. Это было, в общем, интересно и важно. Поэтому применений было много. И когда я работал с немецкими коллегами, там непосредственно я занимался тем, что либо обсчитывал эксперимент, либо эксперимент оптимизировал. Ну, например, значит, нужно было создать какой-то пучок заряженных частиц, там интенсивный, и нужно было подобрать правильно, значит, мишень лазерную, которая этот пучок генерировала. И я, в общем, просчитывал, перебирал там разные мишени, а потом выяснил, что если на мишень нанести там правильный рисунок, дифракционную решетку, полоски, то коэффициент поглощения очень сильно увеличится, частиц будет больше, и такой генератор частиц будет гораздо более эффективен. И тогда, в общем, такие мишени мои коллеги начали использовать. И там работы я опубликовал, и это вошло непосредственно в применение в лаборатории. Ну, интересные задачи, они не заканчиваются никогда. И чем больше ты занимаешься, тем становится понятней, что знаешь ты очень мало, и перспектив, и разных направлений открывается все больше и больше. И то интересно, и то надо бы и тем, и тем позаниматься. Поэтому у меня действительно происходит такое вот, ну, даже не в направлении, как бы вверх, а в направлении в стороны развития. То есть я занимаюсь там немножко излучением, полями, значит, частицами, в общем, там, теорией лазеров и так далее. Поэтому вот область деятельности, она расширяется. Но задачи, они, в общем, остаются, в первую очередь, прикладные задачи, там, по вот созданию ультракоротких, сверхкоротких импульсов, пучков заряженных частиц, быстрых. Это, например, важно для медицины. Если с помощью лазера удастся создать ускоритель, то это будет компактный ускоритель, уже не нужны будут большие здания, и можно будет вот в обычной поликлинике, понятно, ставить ускоритель, лечить онкологические заболевания, не нужно будет строить центры, как у нас вот под городом, там, на Песочной. В общем, это такая перспективная задача. И осталось уже по числам и по оценкам совсем немного. Наверное, скоро она будет уже решена. Ну, это зависит от человека. Есть люди, которые как бы не будут браться за работу, которая, во-первых, пользы не принесет, не принесет дивидендов. Такая работа, значит, по их мнению, не нужна. Но я не такой. У меня как бы вот собственный интерес, он иногда, в общем, превышает соображение там разумности, полезности. И если задача действительно интересна, то ей можно заниматься, даже если она имеет чисто академический интерес, и ответом на эту задачу просто будет да или нет, можно или нельзя. А какого-то практического применения вот это не найдет, ну, по крайней мере, сразу никогда. Поэтому такая вот польза, она для меня никогда не была критерием. Хотя, конечно, когда твои исследования сразу куда-то применяются и результат виден, это удовлетворение, конечно, приносит. Ну, вот первое, что, конечно, должно быть, это должен быть интерес. Вот, если есть интерес и желание этим заниматься, то наукой заниматься как бы можно. Нужно просто подобрать под себя ту область, значит, ну, которая наиболее интересна и в которой, как бы, вот, ну, человек чувствует себя востребованным. При этом эта область, она не обязательно будет требовать каких-то, значит, таких вот суперспособностей математических и физических. Есть много исследователей, например, астрофизиков или астрономов, которые вообще не применяли вот в своих исследованиях математику, математические модели, моделирования, а просто занимались описанием, исследованием, наблюдением, там, классификацией и так далее. В этом смысле главным является все-таки, значит, вот такой вот первоначальный, значит, интерес и настойчивое желание этим заниматься. И тогда все остальное потихонечку, в общем, придет. Ну, есть, конечно, некие требования на определенный уровень, но, на мой взгляд, они все-таки не слишком сложные. И если человек чем-то действительно сильно увлечен, то он, в конце концов, наберет необходимую квалификацию и сможет заниматься тем, чем нравится. Это примерно как музыкант или поэт. Если человеку нравится сочинять стихи, он все равно будет их сочинять. Пусть они будут там не такие красивые, и у него будет меньше слушателей, но он все равно будет их сочинять, и все равно, как бы, стихи у него будут. Примерно так же с наукой. Ну, за счет ущерба либо одному, либо другому. Но на самом деле, все-таки научная деятельность у меня занимает основное время и является такой главной темой. Преподавание в неком смысле, ну, не то чтобы второстепенно, но оно на втором плане. Просто потому, что я, в общем, занимался достаточно большим количеством задач, у меня большая практика, поэтому вот такие азы науки, они, в общем, ну, хорошо мне известны, мне легко про них рассказывать. Я много раз имел с этим дело, значит, в том числе и студентами, и мне понятно, что там сложное, что, наоборот, более простое, поэтому преподавать мне на самом деле легче. Это довольно простое, в общем, дело. Более простое, чем, значит, наука. Но каких-то вот таких целенаправленных усилий, которые бы, значит, меня продвинули именно на педагогическом поприще, я не предпринимал. То есть я просто прихожу, рассказываю там то, что я делал, то, что я знаю, стараюсь делать это просто, как можно проще. Ну, естественно, нужна степень контроля, то есть нужно, чтобы была отдача, и чтобы я видел, что студенты там это адекватно воспринимают, и могут тоже что-то делать. И тогда, в общем, на мой взгляд, преподавание, значит, получается. Но это все-таки как бы такая вот второстепенная часть, я бы сказал, моей работы. Все-таки наука на первом месте. Ну, первое, это то, что мир познаваем. Поэтому, если прикладывать определенные усилия, систематически заниматься, то, в конце концов, все получится. У всех студентов, и у более сильных, и более слабых, в общем, результата можно будет достичь. Но для этого нужно действительно определенное усердие, нужные усилия. И я, в общем, преподавать стараюсь так, чтобы вот эти усилия обеспечить у студентов. И, на мой взгляд, в общем, вот если брать преподавание, то, в общем, часть моих бывших учеников, она работает во многих университетах, институтах, физико-техническом институте, там по разным странам. Поэтому, в общем, учил я, в общем, не зря. И самое главное, чтобы, в общем, человек... То есть внушить человеку, что он может, что нужно активно этим заниматься, и тогда все получится. Остальное, в общем, уже не так важно. Это детали остальное. Ну, мне хотелось, чтобы все студенты были, значит, старательными, хорошими. Так, конечно, не бывает, и там год от года не отличается. Но мне очень приятно, когда мои студенты достигают бывшие там вот разных высот. А среди моих студентов есть сейчас там члены-корреспонденты Академии наук. Академиков нет, но член-корры есть. Есть всякие заведующие лабораториями. Есть мои студенты, которые возглавляют лаборатории в США, там, в Израиле. И это очень приятно. С ними можно поговорить. В общем, да, они, в общем... Контакты у нас сохраняются. И это действительно, в общем, тоже доставляет некое удовлетворение. То есть не зря старался. Ну вот я бы разделил студентов, если взять такой большой интервал всей моей педагогической деятельности, то как бы такое первое поколение – это еще студенты Советского Союза и начало 90-х годов. Тогда студенты были довольно сильные, они были мотивированы с них был, в общем, преподавание велось на таком, в общем, серьезном уровне. Поэтому тогда, в общем, у студентов у меня такое благоприятное впечатление оставалось. Но потом, вот примерно с 90-х годов, в течение лет десяти, там уровень студентов был разный, частично он падал. Появлялись студенты, которые учились здесь на физических специальностях, но было видно, что физика – это не их стезя, им было неинтересно, они как-то сюда то ли случайно попали. И вот такой вот средний временной интервал – это вот конец 90-х, середина 90-х. И примерно там до десятых годов, уже, значит, 21 века, вот было довольно большое количество слабых студентов здесь в политехе. Но сейчас ситуация, вот уже третье такое поколение, ситуация выправляется. Сейчас мне нравится то, что довольно много мотивированных студентов, что они, в общем, все делают, спрашивают, интересуются, считают, и видно, что это им нравится, и что они планируют дальше этим заниматься. И вот это вот радует больше всего. Ну, а огорчают, конечно, те студенты, которые, там, вот пришел один раз, пропал, ничего не сделал, в общем, непонятно, зачем он решил заниматься физикой или математикой. Такие студенты, как бы, действительно, они, там, странно, что они тут делают. Ну, были разные студенты, конечно, были некие такие, вот, пару раз выдающиеся студенты, которые сумели справиться с годовым или с полугодовым курсом там, механики или итродинамики буквально за месяц или за несколько недель. И это было, в общем, неожиданно. Я не думал, что такое возможно. Самое интересное, что это были люди, которые раньше не занимались. То есть я бы понимал, что если бы они просто перевелись из другого университета, но это были люди, которые изучали это первый раз. Они просто настолько активно работали. Вот это было действительно для меня такой вот удивительной новостью. Дальше мне было очень, как бы, интересно. Один раз у меня не в политехе, а в академическом университете образовалось, но это было тоже единственный раз, очень сильная группа студентов, где практически все были отличниками. Где был очень ровный состав и где были очень подготовленные студенты, которые решали любые задачи. И даже был, значит, один человек, который решал вообще все задачи, которые я только мог придумывать из головы. И даже я пытался специально придумать задачу, которую он бы не решил, но с целью просто погрозить ему пальцем и сказать, что вот молодой человек, вам еще нужно заниматься. Но такой задачи я придумать не смог. Он решил все задачи там и в семестре, и на экзамене. Я, в общем, свое поражение признал. Это было единственный раз, когда, в общем, студент был на самом деле умнее, чем преподаватель. Сейчас он работает в Калтехе, в общем, возглавляет лабораторию в Калифорнийском техническом университете. Он уехал потом в Америку. Но это был студент, который меня поразил. Ну, в первую очередь я говорил, что это все-таки увлеченность и настойчивость. Это самое главное. То есть он должен, во-первых, поставить перед собой такую понятную и разумную цель, чтобы она была реализуема. И дальше просто настойчиво над этой целью работать. Если что-то потребуется дополнительно, то изучать это и так далее. И тогда, в общем, терпение и труд все перетрут. Те, кто хотят заниматься наукой, я бы, в общем, понятные советы дал. Это, во-первых, больше интересоваться наукой, больше читать, смотреть и так далее. И главное – пробовать свои силы в решении каких-то задач. А такие задачи всегда можно найти на кафедрах, разговаривая со своими куратами, с преподавателями. И если это дело вас захватит, вам это будет интересно, то этим имеет смысл заниматься. В моей области это получение все-таки гигантских понапряженностей электромагнитных полей, которые не только могут разрывать вещество на положительные и отрицательные части, на электроны и на ионы, но вплоть до такой напряженности, которая может пробивать вакуум, рождать из вакуума электрон-позитронные пары. И если раньше вот это было теорией, и можно было посчитать вероятность и сечение таких процессов, но для того, чтобы все это проверить экспериментально, в общем, это нужно было какие-то такие вот большие сложности установки, то с открытием способа получения электромагнитных волн очень большой напряженности оказалось, что вся вот эта вот наука теоретическая, квантовая электродинамика, которая оказалась такой абстрактной, такой практически чистой математикой, она вдруг обрела практическое значение, и можно было, вот сейчас уже можно изучать экспериментально рассеяние света на свете. Оказывается, что свет большой напряженности, он друг сквозь друга не проходит. А за счет того, что вакуум поляризуется, в общем, начинается такое взаимное рассеяние, и это выглядит, в общем, действительно удивительно. Раньше такого можно было представить, понятно, только математики могли этим заниматься, сейчас это будет уже доступно экспериментаторам. Это очень интересно. И кроме того, меня, конечно, как бы интересуют всякие загадки современной физики, они известны, известна загадка темной материи, темной энергии, и известно, что современная квантовая механика, она плохо сопрягается с общей теорией относительности, и эти две науки дают, в общем, разные предсказания относительно космологии, поэтому вот как будет идти в этом направлении развитие физики, удастся ли создать какие-то новые разделы физики, будет ли какое-то новое понимание, вот это меня очень, понятно, интересует, я пытаюсь за этим следить, читать такие вот самые передовые работы, которые публикуются на эти темы, в общем, отслеживать, значит, такой вот передний край физики, мне кажется, что это очень интересно. Хобби, конечно, есть, хобби есть, но оно имеет, в общем, такое отношение к науке отдаленное. Я люблю путешествовать, я люблю там всякие водные путешествия, сплав, лес, люблю всякие северные территории, Карелию, там и так далее. И, в общем, занятия наукой, конечно, меня, в общем, в неком смысле останавливают, если бы я не занимался, я бы мог бы там летом отдыхать большее количество времени, там куда-то дополнительно поехать и так далее. Это мне тоже нравится, я с удовольствием провожу время как бы там на природе, в общем, да, там занимаюсь таким туризмом или квазитуризмом, но мне нравятся как бы именно такие вот дикие места, когда ты один, вдвоем, то есть когда небольшое количество людей, оно путешествует, смотрит там куда-то, в общем, сплавляется, в общем, интересно мне. Папа занимается чем-то непонятным и заумным. Значит, старший сын у меня точных наук не любит, он такой больший гуманитарий, он занимается экономикой, но математика у него более-менее идет, но физика ему совершенно неинтересна, хотя я пытался его увлечь, там рассказывал ему, но у меня ничего не получилось, он занимался там языком, экономикой, и, в общем, потом, сейчас он работает в Финеке по гуманитарной специальности, тоже на кафедре. А вот второй сын у меня так, в общем, ему нравится программирование, но я тоже вижу, что его больше тянет такое вот прикладное программирование, языки, он там в большей степени программы пишет, он такой компьютерщик оказался, а наука ему тоже малоинтересна, поэтому у меня в семье, в общем, нет таких продолжательных папиного дела. Супруга у меня занимается наукой, она биолог, там, биофизик, занимается всякими, вот, там, исследованиями биологическими, она у меня занимается наукой, а дети у меня, в общем, они как-то, вот, наука им не очень нравится, прямо скажем. Это важная задача, потому что, как бы, вот, я начал этим заниматься, в том числе и потому, что во времена моей школьной было очень много, наука была, как бы, она, ее рекламировали, было много очень научно-популярных, интересных изданий, журналов, их было интересно читать, и это, в общем, сыграло довольно значительную роль в выборе профессии. Поэтому обязательно нужно, чтобы, как бы, такие передовые научные исследования или научные загадки, вопросы обязательно были широко освещены, везде, в разных, как бы, областях, значит, такой вот, или в разных средствах массовой информации, и тогда, в общем, найдутся те, кому это действительно станет по-настоящему интересно. Это важно. У нас не было, вот, студенческого научного общества у нас не было, но зато была неделя науки, и я всегда участвовал в неделях науки Политехнического института, вот, но вот те студенты, которые активно занимались наукой, они, как бы, были распределены по кафедрам и занимались, как бы, ну, вот была группа на одной кафедре, группа на другой кафедре, но какого-то вот такого объединения в большое научное студенческое общество я не припомню, заседание не припомню, если это есть сейчас, то это, а это, по-моему, есть, то это очень хорошо на самом деле, это правильно, это стимулирует, в общем, это движение в правильную сторону.